Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня 6 апреля и день это особенный. Сегодня Международный день спорта на благо мира и развития. Этот день учрежден организацией объединенных наций, учрежден как раз очень актуально для нынешнего времени, чтобы напомнить, что спорт должен примерять, он должен работать на благо, он должен работать во благо мира. И сейчас мы все это очень хорошо понимаем. Спорт недаром, помните, в Древней Греции во время Олимпийских игр все боевые действия прекращались. Поэтому очень хорошо, что сегодня такой важный день. И сегодня гость нашей студии это президент Союза единоборств Тверской области, который очень патриотическое, хорошее название Александр Суворов. Кроме того, президент Федерации бодибилдинга Тверской области Станислав Бржевский. Станислав, добрый день. Добрый день. И мы сегодня поговорим как раз о том, что такое спорт, какое он значение имеет в нашей жизни. Повседневная речь не только о профессиональном спорте, хотя это тоже важная вещь. Речь идет об обычном спорте, которым мы приучаем заниматься детей с самого детства, с детского сада, по сути. Что дает спорт еще маленькому мальчику, бывает, в 3 года приводит, в 4 секции, в единоборство приводит, в футбол. Что дает школьнику спорт? Только ли это действительно физическое развитие, или это еще и умственное развитие, это еще и развитие, самое главное, душевное. Ведь мы все знаем, что спорт, он вырабатывает характер, цельность характера, дисциплину. Он в дальнейшем помогает человеку по жизни, стать именно настоящим человеком. И, кстати, когда говорят, что, дескать, спорт, он мешает учиться, мы все помним прекрасно все эти моменты. Это тоже мы, естественно, с детства знаем, что недаром тренеры всегда проверяют, успеваемся, говорят, плохо учишься, тренировки не допустишь. Поэтому спорт, он развивает все аспекты нашей жизни. И о том, насколько это важно, мы сегодня хотим поговорить. А вы задавайте нам вопросы по телефону 3190. Мы ждем ваших звонков, у нас прямой эфир. Поэтому что вы думаете о спорте, о физкультуре? Кому как нравится это назвать? Для кого-то это спорт, кто-то говорит, я спортом занимаюсь, хожу во двор, футбол играю. А кто-то скажет, физкультура не важна, главное, что физическое развитие и развитие, как я еще раз сказал, духовное. Итак, скажите, Станислав, вот сейчас наших детей окружают гаджеты, конечно же. Ну, это современные реальности. Компьютеры, планшеты и так далее, сотовые телефоны. Дети за ними проводят целый день зачастую. И должной физической активности, ну, к огромному сожалению, нет. Ну, вот так вот получается. Скажите, вообще, на ваш взгляд, вот, это как-то влияет в целом на воспитание нашей молодежи? Когда вот больше не во дворе, там, со скакалкой, с палками, с футбольными, чем и так далее. А когда вот они проводят с этими гаджетами? Я ничего, в принципе, против них не умею. 21 век на дворе, но не целый же день, что называется. Да, проблематика такая существует, конечно же. И я, как отец двоих детей, она также у меня в семье стоит. Я могу сказать однозначно, что круглосуточно дети не должны находиться в этом мире гаджетов. Но в то же время, как вы сами сказали, 21 век на улице. Дети должны понимать, что есть смартфоны, есть какие-то приложения, которые способствуют улучшению жизненных ситуаций и так далее. Но в то же время, я считаю, что любой родитель должен способствовать, чтобы ребенок уделял минимальное время препровождения в этом мире, в виртуальном мире. Совершенно верно. Потому что я считаю, что когда ребенок уходит в этот виртуальный мир, то это влияет на его и психологическое состояние, предположим. Могу сказать, как отец, что я вижу, когда у меня дети играют в игры полноценно, может быть, час, два, что это отображается на их каком-то состоянии определенно. Поэтому я всегда говорю, ребята, это хорошо, 21 век у нас все-таки на улице. Но в то же время надо минимальное время приводить за занятиями с этим миром, гаджетами. Совершенно верно. Но у вас по вашему семейному опыту получается? Получается, скажу. Конечно, это проблематично. Но в то же время дети понимают, у них есть свой распорядок времени, у них есть учеба, у них есть спорт в жизни, у них есть свободное время. У них есть телевизор, и у нас в семье, у детей, у них есть распорядок времени. Они знают, что каждому занятию отведено определенное количество времени. То есть это совет для родителей, которые нас сейчас смотрят верно. Я понимаю, что нужно с какого-то возраста, понятно, не с двух лет, конечно же, не с трех, но установить дома распорядок времени для своих детей. Да, я считаю, это необходимо сделать, потому что это будет проще и для ребенка. Он будет понимать, что от него хотят родители, как будет складываться его свободное время. И прежде всего формировать определенные качества, системные качества, распорядки времени своего. И я думаю, что это будет очень большой плюс для развития и становления ребенка впоследствии. Вы с какого возраста своим детям реально начертили распорядок времени? У меня возраст детей 9 и 7 лет. Значит, у меня с 6 лет, могу сказать, они уже примерно знают свой распорядок. То есть у них есть школа, у них есть тренировки, у них есть улица, у них есть общение с детьми. И все это в совокупности, они понимают, какие временные рамки это все у них занимает. Ну хорошо, но дети все-таки это существа своевольные зачастую, капризные и так далее. Вы как вот этот распорядок в отделе вообще приучали ваших детей к дисциплине? Что, метод кнута или пряника? Ну конечно же, этот метод я не приемлю, потому что, наверное, все-таки этот метод характерен для тренировки животных, наверное. Главная задача родителей, в том числе меня как отца, это сформировать личность и заинтересовать ребенка. То есть я по линии спорта даже элементарно можем привести пример. Моя задача не выбрать за ребенка, каким видом спорта ему заниматься. То есть вот как у меня в семье, как это было, я привел своих детей, привел на хоккей, привел на футбол, привел на бокс. То есть у меня дети посмотрели, ребята, что вам нравится, что вас зацепило, чем вы хотите заниматься. Они сказали, пап, вот это нам не нравится, это нам не нравится, вот здесь это мы хотим. И я открыл у них определенные качества, да, то есть открыл их, вернее не качество, а их стремление к какому-то виду спорта. То есть они сами выбрали то направление, которое они хотят заниматься. И исходя из этого, мы уже спланировали весь день их, да, после школы приходят, у них там делают уроки, потом идут на тренировку, и потом какое-то время у них свободное формируется. То есть уже вы сейчас можете точно сказать, что они вот ровно по этому распространению живут, и вы самое главное, что называется, не обязаны следить за ними. А действительно он занимается уроками, вы уверены в них благодаря этому, вот уже воспитали уже 150 лет. Да, 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 ну вот что касается гаджетов, конечно, какое-то время они могут находиться одни, но в то же время сейчас существует много управления гаджетами, да, родителями. То есть они могут закладывать временные рамки, когда дети могут заходить в гаджеты и так далее. Естественно, это время у нас заранее мы устанавливаем, там, предположим, в телефоне можно находиться с такого-то по такой-то час, ну, там, полчаса, предположим, все в течение дня. Больше они заходить уже физически не смогут, потому что гаджет программируется под этот формат. Поэтому, да, у меня, мне кажется, что дети формируют, когда есть такой распорядок дня, у них есть четкость, у них есть стремление, четкость, и они знают, что от них требуется, и что им, как бы, как они будут действовать в дальнейшем, уже сформировавшись таким порядком в формате. Спасибо. Не показывают мои коллеги, что у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я бы вот какой хотела задать вопрос. Вот одни родители часто отдают детей в секции, вот, чтобы они просто занимались, развивались, и чтобы поддерживали свое здоровье. Ну, скажем так, для удовольствия. Ну, а вот другие в своем ребенке могут видеть и чемпиона, хотя не всегда это действительно так, но, тем не менее, фокусируются именно на том, чтобы он как можно больше добился успеха в том или ином виде спорта. Вот как вы думаете, успех-то достигается вот каким образом? Спасибо большое. Да, хороший вопрос. Значит, мое мнение таково, что в начале пути мы должны развивать в ребенке общую физическую подготовку. То есть, ему интересен какой-то вид спорта, мы его отдали, и он познает этот вид спорта изнутри. Не факт, что ему этот спорт потом в дальнейшем понравится, он скажет, знаете, что-то вот, пап, мне хочется вот все-таки вот в другом. Ну, вот мне не нравится, хочу в другом. Ну, баскетбол, собственно говоря. Баскетбол, предположим, совершенно верно. Поэтому мое мнение, что надо всегда прислушиваться к ребенку. Если ребенок выбрал профессиональную студию занятия спортом, то результат возможен только тогда, когда это ему будет нравиться. Не из-под палки, как говорится, там, мама-папа заставляет, а непосредственно, чтобы ребенок непосредственно сам хотел этим заниматься. И только тогда будет результат. Это вот мое мнение. Спасибо большое. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу. Не переключайтесь, пожалуйста. Задайте свой вопрос. Мы сегодня говорим о физкультуре и спорте. Насколько это важно в нашей непосредственной обычной жизни? Поэтому небольшая реклама. Не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о физкультуре и спорте. Насколько это важно в нашей посредневной жизни? Причем вот мы уже затронули этот момент, насколько этим важно заниматься с самого раннего детства. Ну, конечно, там, понятно, не с двух-трех лет. Кто-то, можно сказать, и в шесть лет моему ребенку рановато. Ну, по крайней мере, желательно не оттягивать это там до 15-16 лет. Скажите, ну, в целом, вот вообще, победитель соревнований – это вот история о чем? О замечательном теле или это все-таки еще, в первую очередь, о духе? Я думаю, что, прежде всего, это совокупность факторов. Одно без другого не бывает. Тело – это тело. Так как ты, как любой спортсмен, когда он готовится к соревновательному формату, он проходит закалку как и телом, так и духом, потому что и системой. Так как достичь результата только телом невозможно. Надо понимать, какие психологические нагрузки у тебя также будут влиять на твои достижения. И поэтому, прежде всего, надо системно подходить к этому вопросу. Поэтому одно без другого не бывает. Это системное. А насколько здесь важна вообще роль тренера? Это что, все-таки изначально в человеке должен быть такой стержень, вот такая сила воли большая, вот по рождению, допустим, или все-таки здесь огромную роль играет тренер, который это все воспитывает, ну, заставляет, скажем так, культивирует в своем воспитаннике вот этого «не сдавайся, не бросай, борись». «Не огорчайся, не приходи в уныние после поражения, может, даже болезнь». Потому что спорт – это спорт. Там бывают очень сильные болезненные поражения, когда действительно можно опустить руки, все, ухожу. Вот насколько важна тут, на ваш взгляд, роль именно наставника? Ну, я могу вам сказать однозначно, что роль тренера – это одна из лидирующих позиций. Я все время говорю, что тренер – это второй отец. Даже я, приводя своих детей, объясню почему, приводя своих детей даже на секцию, я вижу, может быть, в процессе, смотрю, как они тренируются, я вижу, как им трудно, но я не могу и подойти, вмешаться в этот процесс, хотя ко мне также с уважением тренера относятся, значит, что я профессиональный спортсмен, но есть тренер. Вот на данный момент тренер – это отец на тренировке. Поэтому тренер сам все видит, и он все знает. И тренер должен, так как мы говорим о детском виде спорта, тренер должен обладать рядом качеств, в том числе определенной четкостью такой, да, он не может подстраиваться под каждого ребенка. Поэтому в ребенке, когда ребенок тренируется, у него происходит закалка, в том числе и психологическая, помимо физической. И что касается поражений, я вам так скажу, значит, взлет без падения не может быть. Каждый спортсмен проходил через это, он понимал, что всегда на пике нельзя быть. Всегда есть кто-то лучше. Конечно, мы всегда боремся за первые места. И могу также отметить, что когда, предположим, ситуация, ребенок не занял первое место, я всегда говорю, когда открываю различные мероприятия, что вы уже победители, вы здесь, вы уже победили, вы уже пропагандируете, в том числе здоровый образ жизни, вы уже будущие защитники Отечества, в том числе, в обществе нужны здоровые ребята. И могу сказать, что когда ребенок, здесь психологический момент, когда ребенок, может быть, проиграл, если мы говорим, предположим, про бокс, например, бокс, он проиграл, к нему надо подойти всегда и с таким психологическим аспектом, слушай, вот здесь вот такая ситуация, естественно, не расстраиваемся, здесь у тебя не хватило то-то, то-то, здесь у тебя не хватило дыхалки, предположим, давай по утрам будем бегать, давай вот здесь будем прорабатывать вот это слабое твое место, чтобы в дальнейшем ты уже победил. То есть ребенку надо объяснять, его не надо ругать, ему не нужны какие-то упреки, с ним надо разговаривать, ему надо помогать, и нельзя отбить желание ребенка заниматься спортом. А как можно отбить, на взгляд? Если сказать, как ты так сделал, почему вот здесь ты не провел вот этот прием, почему ты вот здесь вот апперкот не провел, почему, то есть вот эти вот упреки, это можно, но это можно мягко сказать, но прежде всего ребенка надо объяснить, почему. Вот здесь у тебя, смотри, вот здесь плохо ты удар поставил. Может, давай вот здесь поработаем над ударом в дальнейшем? Это я со стороны отца объясняю, а не со стороны тренера. Мы со стороны отца продолжим. Безидуальный интересный момент мне показывают мои коллеги. У нас звонок очередной. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос. Как понять, какой вид спорта подходит ребенку, исходя из физических данных? Спасибо большое. Вопрос интересен, спасибо за вопрос. Конечно же, это тоже не маловажный аспект, потому что, значит, когда приходит ребенок, когда мы отдаем секцию, конечно, надо понимать, чем его наделила мать-природа. Если, предположим, он высокий, да, ну мы говорим уже о ребенке, который, может быть, уже сформировался, давайте говорить. А когда опять-таки родителям понимать, ведь многие действительно приводят в 5-6 лет, это да еще непонятно, он вытянется или нет, действительно ли он сможет быть баскетболистом, хотя даже в футболе. И в хоккей приветствуют сейчас высокомеры, там метр 75, это каратыш считается. Вот, к примеру, или что, или ему лучше в дзюдо, в борцовский как раз набор, где как раз высокие шпалы особо не нужны. Здесь, возвращаясь, о чем мы говорили, здесь мы, ребенок в таком возрасте 5-6 лет, он узнает азы общей физической подготовки. В процессе вид спорта может меняться. То есть, если мы говорим, что ребенок, предположим, мы видим, что он не по своему возрасту очень там высокий, там длинные руки или что-то, естественно, мы можем понять, что ему будет предпочителен вид спорта, предположим, там волейбол, баскетбол, там еще что-то, бокс, да, совершенно верно, бокс, да, совершенно верно. Если ребенок маленький, но не высокоренастый, да, тогда мы выбираем другое направление, то есть, предположим, борьба. Здесь конституция, это очень-очень немаловажная вещь. И я считаю, что для достижения уже определенных высот, если ребенку, прежде всего, интересен этот вид спорта, и у него есть все, значит, если конституция у него как бы позволяет, конечно же, он достигнет большого результата, и поэтому ему надо двигаться в этом направлении. Поэтому это не маловажный аспект, и тренеру, и родителям всегда надо принимать этого внимания. А как правильно все-таки ребенку объяснить, когда он будет папой, ну, я хочу баскетбол, ну, а рост, мягко говоря, не позволяет, ну, и так далее. Он может быть крупный, ему, может быть, хочется там циклические виды спорта, велоспорт, бег и так далее. Сами понимаете, в беге, в том же самом, в легкой атлетике, там очень желательно, чтобы поджаром быть, иначе ты те же самые 5 км, 10 км, тем более я молчу, про полумарафон не пробежишь. Как вот правильно ребенку тактично объяснить, что это не его? Вот здесь ребенку также, если он уже целенаправленно загорелся каким-нибудь видом спорта, и мы видим, что, предположим, там по конституции он, может быть, не очень подходит. А он загорелся. А он загорелся. Ни в коем случае, на мой взгляд, субъективный, нельзя гасить это чувство. То есть ребенок должен этим заниматься, видом спорта. Он должен заниматься, тренер должен профессионально к этому подходить. И в процессе, уже в процессе, если действительно он показывает, я вам могу сказать, из своей практики, есть одаренные ребята, природные одаренные, а есть трудяги. И на моем примере из трудяг, которых изначально не было какого-то такого телосложения, становились чемпионом мира и чемпионом Европы. Это на моем личном примере. Я вижу, я так как сам спортсмен, я это вижу. Поэтому это возможно. Но это надо приложить намного больше усилий для того, чтобы это достичь. Но это возможно. Поэтому ни в коем случае нельзя гасить вот это чувство у ребенка. Нет, не надо, ты не предрасположен. Нет, пусть он занимается. А потом в процессе все уже встанет на свои места. Мне, как мои коллеги, показывают, что у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Мы говорим о том, что дети должны заниматься спортом и профессиональным спортом, и массовым спортом. Это, конечно, здорово, все замечательно. Но если мы возьмем, так скажем, профессиональный спорт с дюшора и прочей организации, вы знаете, ребенок может чем угодно желать заниматься любым видом спорта. Я очень рад, что у меня, допустим, ребенок занимался футболом. И это не так было дорого, да, по амуниции, по выездам на соревнования, какие-то тренировки. Но если мы возьмем, допустим, такой спорт, как фигурное катание, как хоккей, ну, вы сами понимаете, там все ложится на плечи родителей. И это спорт, получается, не массовый, это спорт элиты, те, кто может заплатить. Да, и вот насколько, вот вы считаете, доступен детский спорт в нашем регионе, и что нужно, вот, собственно, поддерживать государство? Все-таки, как бы, упор делать на массовый спорт, которым могут заниматься сотни тысяч детей и миллионы, или все-таки профессионально? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, без массового спорта мы не выйдем на профессиональный спорт, когда мы откроем в детях тот формат, да, на тот результат, который они будут показывать, и который выберут они, да, какой вид спорта. Но я вам могу сказать однозначно, что массовость, она необходима, потому что помимо массового спорта мы говорим еще и о здоровье. То есть спорт, тире, это здоровье. Профессиональный спорт, это немножко уже другая эстезия, это уже как бы более высокий уровень. Что касается инвентаря, там, да, при занятии тем или иным видом спорта, конечно же, здесь, если мы берем хоккей, конечно, это очень все недешево. Могу сказать, я назначен, так как совсем недавно я также познаю азы этого вида спорта. Это очень недешево, помимо того, это проблематично все это возить с собой. И тренировки проходят в, как правило, позднее или раннее время. Ребенок должен возить. Ребенок должен возить, да, совершенно верно. Знаете, как Анатолий Тарасов, наш известный советский тренер, говорил, вот он говорит, я вижу, мамочка ведет мальчика на тренировку, и она несет его в баул, а баул хоккейный, это такая вещь. Он сразу к ней подходил, не надо мне портить мою звезду маленькую. Ну-ка, баул быстро сам взял. У него был кредо у Тараса, да, это было жестко, но он вот так строго подходил. Хотя ребенок совсем маленький. Совершенно верно, я согласен. Но я говорю о месте, до того места, как ребенок из дома, предположим, он живет там в Мигалово или живет там в Южном, и он доедет до Ледового дворца спорта. Ну, то есть это, опять же, это еще доехать надо, это надо доехать в общественном транспорте, это понять вот этот баул, это помимо того, что в наше непростое время все-таки родители, мы говорим про детей, они все-таки сопровождают детей, они должны как бы доставить до места тренировочного, где происходит тренировочный процесс. Поэтому я не то, что говорю, что они не должны возить, а то, что они должны возить до места тренировки. Дорогие телезрители, одной из проблем современного общества является, ну вот, на мой взгляд, и не только далеко, на мой взгляд, ну, скажем так, инфантилизация. Причем это, конечно же, в первую очередь касается сильного пола, который хотелось бы, чтобы был сильный, как вот Станислав, например. К сожалению, сейчас так вот воспитывают зачастую наши мамы, не только мамы, в принципе, и папы, родители, ну, маменьких, скажем так, сыновей, не памятных о маме их. Когда дети даже уже вроде бы становятся и 12, и 15-летние, и 17-летними, а до сих пор в них, ну, стержень нет, нет какого-то силы воли, вот это нет мужского понятия, когда мужчин должен принять решение. И, на мой взгляд, вообще, как раз спорт этому тоже помогает, даже воспитывает. Вот Станислав, действительно, насколько, на ваш взгляд, спорт помогает воспитать именно настоящего мужика, защитника Родины? Конечно же, конечно же, спорт из ребенка делает настоящего мужчину. Если говорить о мальчике. Если мы говорим о мальчике, конечно, из мальчика получается настоящий мужчина. А мужчина, это прежде всего, это защитник своей семьи, защитник своей Родины. И мы можем наблюдать, что происходит вокруг, а когда у нас есть такие защитники, то нам ничего не страшно, и мы победим всегда и везде. Поэтому занимайтесь спортом, и давайте растить из мальчиков настоящих мужчин. Да, 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 потому что это достояние нации, достояние здорового образа жизни. Так что давайте растить вместе, и у нас все получится. Снова показывает мои коллеги звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Стас, вас тоже я приветствую. Здравствуйте. Пожалуйста, как получилось так, что вы связали свою жизнь со спортом? Что это за случай такой жизненный? Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Знаете, я в спорте уже долгое время, и у меня процесс становления шел по различным видам спорта. Я начинал заниматься еще в школе, это общая физическая подготовка. Потом в университете я начал заниматься силовыми видами спорта, таким как пауэрлифтинг. Потом, получив травму, естественно, выступая на соревнованиях по всей России, ушел из-за травмы в жимовые виды спорта. А потом, достигнув определенного результата уже по различным видам спорта, мне захотелось что-то иного. И, если в кавычках можно так сказать, под старость лет, я решил заняться бодибилдингом. И первый свой Арнольд Классик я выиграл в 35 лет. Сейчас мне 39, поэтому хочу всем сказать, что возраст не преграда. Всегда, когда даю интервью, мне все время спрашивают, а как ты на мировой арене выступаешь и достигаешь такого результата, хотя ты уже не молодой, а возрастной атлет. Я говорю, ребята, сила духа, системность подхода, и нет никаких преград, и вы достигнете. Поэтому у меня процесс формировался из разных видов спорта, и спорт в моей жизни был всегда, начиная со школы. — Возвращаясь к предыдущему нашему вопросу, когда спросили доступность, недоступность. Хоккей, понятно, не очень доступный вид спорта, дорого, аренда льда, плюс так далее. А какие виды спорта, нашим телезрителям, в том числе, может быть, сидят, сейчас голову ломают. Действительно, куда ребенка отдать, чтобы все-таки не било по карману, тем более нынешние экономические реалии, сами понимаете. Та же самая хоккейная даже униформа, возвращаясь к хоккею, она же импортная зачастую. И страшно даже подумать, о чем она сейчас будет стоить, тем более, а может, наши так называемые недружеские страны вообще скажут, не будет нам Йофа и хокка поставлять амуницию. Поэтому, а чем бы можно так заняться, чтобы было бы доступно, при этом полезно, действительно, интересно? — Я вам могу ряд привести видов направления, в том числе, это бокс, борьба, самбо, дзюдо и так далее. — То есть, борцовские дисциплины — это бюджетно? — Да, все относительно. — Что нужно человеку? — Ну, здесь самое главное — это желание. Помимо того, я хочу вам тоже сказать, кимоно, перчатки, защиту и так далее. Это все недорого, относительно недорого. — Бюджетно, скажем, да. — Это бюджетно, да-да-да. Надо понимать, что ребенок растет. То есть, через год эта форма, надо ему щитки, защиты, надо новые покупать. Но это все равно довольно бюджетно. Главное, естественно, чтобы у ребенка было желание заниматься. И больше того, вам скажу, что в рамках, вот как вы мне представляли, президент союза единоборства имени Александра Сувора Тверской области, вот, дети, которые у нас занимаются, они приходят, у нас занимаются. Помимо того, что бесплатно мы стараемся помочь с инвентарем. — Бесплатно? — По нынешним временам-то это... — Да, 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 совершенно верно. — Те федерации, которые входят в наш состав, в том числе федерация там самбо, рукопашного боя, федерация бокса. И дети приходят, мы принимаем детей, главное, чтобы желание было. Мы популяризируем здоровый образ жизни. Мы говорим, ребята, придите только к нам, а мы вас научим, подскажем и поможем. Поэтому они помимо того, что приходят с желанием, мы бесплатно тренируемся, и мы также помогаем еще и инвентарем. То есть, все для детей, нам главное развить здоровую нацию. То есть, мы хотим, чтобы дети занимались спортом, не курили, вот эти красивые слова я не буду рассказывать, там, да, где-то там выпивали, курили. То есть, нам главное в детях открыть вот их потенциал спортивный, чтобы они популяризировали здоровый образ жизни и были прежде всего здоровыми. Потому что здоровье детей — это здоровье нации, это немаложный аспект. — Тоже важная вещь, мотивация. Как говорят, вот есть у нас вот эти взаимоисключающие понятия, что вторые и третьи места придуманы для неудачников. Дескать, в спорте борьба идет за первое место, а есть, с другой стороны, знаменитая олимпийская, что главное не победа, а участие. Вот, скажите, действительно, а как вот ребенка тоже, наверное, психологически больше подготовить, что вот, ну, ты можешь не быть чемпионом мира или олимпийских игр? — Я думаю, что когда, прежде всего, родители с ребенком выбирают, каким видом спорта заняться, и когда проходит процесс становления, все-таки до ребенка данный аспект нельзя доносить в плане того, что вот ты занимаешься спортом, но возможно, что ты не станешь олимпийским чемпионом и так далее. — Ребенка надо зажечь, ему это рано, ему надо понимать и осознавать, ему нравится тот спорт, который он выбрал, ему родители должны всячески помогать, и тренер должен выполнять свои функции на высшем уровне. И главное — участие, согласен, участие — это главный показатель, но все внутри-то понимают, что мы хотим быть первыми. Но в то же время первое, второе и третье место — это тоже достойные места, да, но ребенок, ребенок, он приходит и в мир спорта, и начинает показывать результаты, независимо от того, что он хочет быть первым. Пока ему на данный момент надо научиться, надо показать, надо влюбиться в этот вид спорта, а дальше уже будет видно. Но никогда нельзя говорить, что ты не станешь, не займешь какой-то там, не станешь... — В самом начале имеется в виду. — В самом начале, да, совершенно верно. Да и в процессе нельзя. — А к чему это может привести, на ваш взгляд, из вашего опыта? — Так это отобьет желание. Ну, приходя в спорт, как можно сказать, слушай, ну, ты вот выступай, но ты первым не будешь. — Так для галочки. — Так для галочки, конечно, конечно же. Участие, конечно, я все время говорю, то, что вот возвращаясь там, ребята, которые выступают на соревнованиях, когда я открываю турниры, я говорю, вы все уже победители. Это понятно, действительно так. Но первое место есть первое место, но в детском возрасте на этом акцентировать внимание нельзя. А взрослые, когда уже, да, там, подростковый спорт или что-то, они анализируют, почему они не стали первыми. Это происходит анализ, это, опять же говорю, системность того, что ты понимаешь, вот здесь ты проиграл, почему я проиграл, а я поборюсь с собой, а я вот сейчас вот здесь вот слабые места свои прикрою, сейчас я буду вот здесь вот усиленно тренироваться для того, чтобы победить. И получается такая цель и задача, мотивация победить в следующий раз. Поэтому, как бы, а ребенку ни в коем случае нельзя доносить вот это. — А насколько важно донести, что проиграть не страшно, чтобы у человека не возникло такого типа поведения, лучше я тогда в другой раз вообще на ринг не буду, я же не проиграю. То есть, насколько вы, выходи, не бойся проиграть, это не самое страшное, самое страшное, как раз, наоборот, перестать. — А я вот, знаете, я психологическим приемом таким пользуюсь, когда с детьми функционирую, я даже вот пытаюсь как бы сказать, если даже они где-то были послабее, сказать, слушай, перевести все в шутку сначала, сказать, вот здесь надо доработать, давай с тобой, завтра давай, у тебя выносливости не хватило, давай, вот по утрам там будем километр ходить, бегать или что-то такое. То есть, вот переводя немножко все в психологическую, в такую игру и шутку, да, для того, чтобы ребенок все-таки не расстроился. Все равно, да, у него есть какой-то момент, он будет расстраиваться, что он не первый, но в то же время перевести и сказать, в следующий раз ты победишь, в следующий раз все будет, ты будешь на первом месте. Для этого надо поработать, надо проанализировать ошибки, и для этого надо поработать, ты всегда будешь первый. А вот вы, какова ваша формула успеха, вы говорите, довольно поздно решили бодибилдингом заниматься и добились результатов, это когда вы вначале сказали, что в принципе никогда не поздно. Вот в чем формула успеха, когда действительно, вот вы начали, наверное, на знакомых сказали, Стас, куда, ты что, уже пора там на пенсию откладывать, ты решил, ну да, что-то совершенно другое, тем более. Совершенно верно. Я могу сказать на собственном примере, исходя из, да, отталкиваться от тех данных, которые есть у меня, я могу сказать, это совокупность факторов. Я прежде всего, помимо того, что если я поставил цель и задачу, я иду к ней, вот даже сейчас я готовлюсь, я выйду на следующей неделе на чемпионат Беларуси, готовился к чемпионату Европы, ну, выйду вот на соревнования чемпионат Беларуси, потом чемпионат России. И как бы тяжело не было, да, вот мне сейчас, предположим, есть определенные ограничения в еде, в той же самой, в белках, жирах, углеводах. Вот я сижу, ну, я справлюсь, у меня есть задача, у меня есть цель. Это вот один из моментов, да, системности. Второй момент, как тебе трудно не было, надо идти тренироваться. Ну, если нет медицинских противопоказаний, я имею в виду. То есть, поэтому вот совокупность факторов, она дает. Я сегодня, что-то у меня из голова заболело, нет, я не пойду тренироваться. Нет, системность и совокупность факторов, она дает уже определенный результат. Могу вам сказать на собственном примере. Да, это действительно так. У меня это так. Вот вы уже упомянули турниры, чемпионат Беларуси. Вообще, а что сейчас происходит в нашем соревновательном пространстве? Потому что всем понимают, что, к сожалению, из-за этих идиотских санкций стороны Запада, абсолютно каких-то несправедливых, ну, ладно, бог им судья, существенно сузился спектр турниров, где могут принимать наши спортсмены участия. А согласитесь, это важно. Вот вы готовились к чемпионату континента, уровень, и тут вам говорят, что вы не поедете. По идее, что называется, удар под дых. Я готовился, как если бодибилл, человек сушился, диета, во многом себя отказывал и так далее, умирал там, что называется, под штангой, и вдруг раз, и все. Поэтому, насколько, на ваш взгляд, вот эти все санкции отразились на психологический настрой наших спортсменов, и какие сейчас возможности для того, чтобы где-то что-то выиграть, какую-то медаль? Знаете, здесь могу сказать однозначно, с одной стороны, что данные санкции отразились позитивно, потому что, как ни странно, я сам готовился к чемпионату Европы, да, уже целенаправленно шел к определенным соревнованиям, ряд соревнований, да, Норвегия, чемпионат Европы, чемпионат Индии, и еще ряд чемпионатов. Вот, но в связи с сложившейся ситуацией, естественно, поменял свою сетку турнирную. И могу сказать однозначно, как трудно бы не было у нас в России и в дружеском государстве, в нашей Белоруссии, турниры идут согласно спланированному графику. Помимо того, опять же, как бы трудно ни было, формируется призовой фонд, и будет удивительно вам услышать, что этот призовой фонд с каждым днем растет. Сейчас прошли, я когда не выступаю, я являюсь судьей, я сужу турниры, да, вот, в центральной части России. Я вам могу сказать, никогда такого не было, чтобы в этом турнире призовой фонд, предположим, там, вот в Подмосковье был, полтора миллиона рублей, то есть экономическая ситуация, санкции. А за победу в Норвегии больше получили бы? Знаете, не факт, нет, вот о чем я и говорю, это очень удивительно. Чемпионат, так какие красочные чемпионаты у нас проводят, я такого давно не видел. А наш чемпионат возьмите Тверской области. В прошлом году мы проводили чемпионат регионального по бодибилдингу, и сейчас у нас будет, между прочим, 30-го, 0-4-го. Чемпионат регионального по бодибилдингу в киноконцерном зале «Панорама». А, то есть, в Паленске 29 здесь? Совершенно верно, здесь такая площадка шикарная, такие виды, самое высокое здание, поэтому я всех заранее приглашаю, конечно же. И смотрите, вы можете увидеть, какие афиши, какое качество даже, да, вот это все, красочность. Поэтому санкции, это, конечно, негативно сказывается на развитии экономическом и так далее. Но в то же время мы прорвемся, мы идем вперед, и нас это только подстегивает. Поэтому турниры, которые запланированы, они идут не только в бодибилдинге. Вот до того, как приехать к вам сейчас на эфир, я открывал турнир, удивительный для меня, по такому интересному виду спорта, как, значит, перетягивание каната. То есть, я честно вам скажу, я не знал, что есть такой вид спорта. А множество команд присутствует, в том числе команда Суворовского училища. То есть, и я посмотрел, как это происходит, это не просто взял и потянул, это система определенная также, это тактика, это вот все турниры, которые запланированы, они проходят, и ни на что не повлияет. Помимо того, мы две недели назад, ой, прошлой неделе у нас был в Твери, здесь, в городе Рживо, и всероссийский турнир по самбо, и открывал, значит, дети 14-16 лет были. До этого рукопашный бой, бокс в эти выходные, то есть, это не сказывается с санкцией. То есть, у нас все как запланировано, все идет, здоровая нация, здоровая жизнь. Поэтому мы идем дальше, несмотря ни на что. Я вам хочу сказать, что мы будем популяризировать здоровый образ жизни и, значит, привлекать в наши ряды все больше и больше детей. Это наша цель и задача. То есть, показать, что спорт, он доступен, придите, главное, чтобы желание было, и все к нам, приходите к нам и тренируйтесь с нами. Скажите, а вот действительно, касаемо соревнований, вот кто-то, да, кого-то опускается у руки. А на мой взгляд, знаете, нам надо брать пример с наших закадычных врагов или заклятых друзей Соединенных Штатов Америки. Но обратите внимание, вы же знаете, у них существует целый ряд лиг, которые, по сути, варят в своем американском котле. И они существуют десятилетиями, уже даже столетиями, ну, НХЛ, хоккей. Это, по сути, долгие, это потом, какое-то время спустя, стали пребывать европейцы. Но долгая это была сугубо североамериканская лига. И заметьте, они не переживали, что они не участвовали в чемпионате мира. И вообще на него вот до сих пор НХЛ-цам наплевать. Или баскетбол, или главная бейсбольная лига МБЛ. То же самое. Американским бейсболистам абсолютно наплевать на какой-то чемпионат мира, олимпийские даже игры. Они прекрасно культируют вид спорта. США огромная страна, полные стадионы, огромная популярность. Они звезды, они зарабатывают много денег. Им, честно говоря, на весь мир все равно. Вам не кажется, что для нашего русского спорта сейчас это большой шанс? У нас огромная страна. Совершенно верно. От Тихого океана до Балтики. То есть плюс, да, у нас есть союзные государства в Белоруссии и так далее. Почему мы не можем развивать любые виды спорта у нас внутри нашей лиги? Культивер, не ваш бодибилдинг, к примеру. Вы говорите, призовой фонд сопоставим с европейским, а может даже больше. Да, Саша. Я вам больше, я извиняюсь, я перебью. Конечно. Вот когда два дня назад закончился турнир Сиберин в Красноярске. Денис проводит, президент федерации. Это Сиберин первый турнир в России под, значит, про-турнир. Это первый за все время в России. То есть есть и любители проводят, и в один день про-спортсмены. Я вам скажу, что призовой фонд был среди любителей 6 миллионов рублей. Вы представляете, 6 миллионов рублей. На международной арене мы можем только сравнивать с Америкой, Олимпия и так далее. Там совсем другие деньги. Но мы этого не косаемся. В Европе такого призового фонда, ну если мы переведем... А чего нам тогда ехать, это европейское уборство, их копейки. Так совершенно верно. Так мы, несмотря ни на что, переходим на новый уровень. И я очень рад. И какие турниры у нас проходят. Я, знаете, езжу много, да, я вижу. У нас чемпионат России, сейчас я поеду после Беларуси, чемпионат России в Челябинске. Чемпионат Москвы у нас проводится в здании, где проводят КВН. Да, то есть шикарнейшие площадки, шикарнейший свет. То есть мы, понятно, это все недешево стоит. Ну а в то же время мы... То есть ты хочешь сделать зрелище, а много зрелища. Зрелище, совершенно верно. На сцене сельского ДК это будет смотреться по-другому. Конечно, вот мы в Твери делаем, да, зрелище. Мы сейчас готовимся в панорамике на концертном зале. Мы все делаем, мы смотрим свет, мы все... То есть это должно быть шоу, зрелище, спорт. Люди должны увидеть. То есть вы не на каждой площадке станете проводить соревнования? Конечно, конечно, мы выбираем лучшую площадку. А как и за панорамом, чем вам понравилось? Кроме понятного местоположения, культовое здание, высотка, которое весь город, весь регион знает. Знаете, между прочим, это прежде всего, вот чем она мне запомнилась, это удобное расположение, потому что спортсменов наносят грим, потом спортсмены должны где-то отдыхать. Так как и за все это есть. Да, это все есть прям... Плюс учитывая то, что бизнес-центр, соответственно, отель и так далее, тут все равно в плохом. Приехал, заселился, ездя грим, ездивы. Конечно, конечно, конечно. Поэтому все централизует. Помимо того, сама арена, да, то есть вот где у вас выходит спортсмен, свет, мы даже рассматриваем вариант сейчас лазерного такого шоу сделать. Знаете, как красиво. То есть все это позволяет сделать, поэтому, естественно, мы хотим сделать это очень красочно и ярко. Больше того, я вам скажу, у нас же будет очень серьезный турнир. К нам приедут сборная Белоруссии. Сюда? Сюда, да. Возглавит ее главный судья Федерации бодибилдинга Белоруссии. Помимо того, я вам скажу, приедут у нас участники с Донецка, то есть представители ДНР. У нас приедут девочки, привезет их заслуженный мастер спорта. То есть из-под осколков? Конечно. И приедут пять участниц уже, уже как бы в рабочем порядке согласовали девочки, восьмилетние, которые покажут, будут выступать в категории детский фитнес. В бодибилдинге есть разные категории, в том числе инвалиды, где выступает колясочник. Да, даже так. Сейчас мы, заходя вперед, мы занимаемся этим вопросом. Мы сейчас как бы тоже хотим, чтобы в нашей Федерации выступили ребята, показали результат и пропагандировали здоровый образ жизни. Даже несмотря на то, что у них есть определенные ограничения. Поэтому у нас будет турнир, грандиозный турнир в Панораме. Поэтому приходите обязательно и поддержите. Где билеты можно купить? Билеты вы можете купить на сайте или в кассе киноконцертного зала Панорама. То есть в фойе прийти? Да, да, прийти, здесь все прям на месте купить. И можете также зайти на сайт Федерации, сразу ссылка будет на сайт киноконцертного зала Панорама, где вы также можете это все купить. Скажите, а из вашего опыта кто основной зритель на турнирах по бодибилдингу? Основная масса людей, зрителей, это все-таки, наверное, девушки. А, вот так вот, на красивых Аполлонов идут посмотреть. Девушки, да, молодые люди. Да, они приходят посмотреть. Так что бодибилдинг, возвращаясь к тому, это множество категорий. Это красивая категория. Это не только, как многие думают, накаченные мужчины и женщины с таким мышцем. Это категория красивейшая бикини, фит-модели, где они в элегантных платьях, то есть где у них нет, может быть, таких объемных мышц, да, где они модельного формата. И многие зрители приходят насладиться вот этой красотой, вот этим шоу. И когда в линейке стоит 50-40 девушек, там, категории бикини... Да, 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 совершенно верно. Поэтому я вас призываю, приходите, поддержите. И плюс, естественно, посмотрите интереснейшую категорию детский фитнес. Детский фитнес. Опять же, мы за пропаганду детского здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы дети занимались в наших секциях, и в том числе бесплатно, как мы это делаем в Союзе Деноборской. Главное, чтобы пришли. Поэтому приходите, поддержите и насладитесь красотой, уйдите с яркими впечатлениями в это непростое время. Да, время оно такое, но спорт есть спорт. И мы должны всячески поддержать наших спортсменов, тем более тверских спортсменов, потому что... А много тверских, кстати, будет участвовать? Я вам так скажу, мы реанимировали и возродили федерацию с прошлого года. Сейчас у нас выступающих спортсменов, членов федерации, уже 37. Но, естественно, у нас делится на два сезона, весна и осень. Сейчас у нас не все спортсмены выступают, да, и мы еще смотрим по графику. Но, естественно, они будут... У нас есть уже абсолютно чемпионы России по бодибилдингу, которые сейчас присваиваем звание кандидата в мастера спора Елены Редина в категории бодифитнес. Поэтому у нас уже есть определенные результаты. То есть, Тверская земля, она богата на ребят, которые достигают хороших результатов. И выступает в международной арене, на чемпионатах мира в том числе. Поэтому есть, значит, приходите, посмотрите, приводите детей. Потому что детский фитнес, опять же, вам скажу, это что-то с чем-то. Это красота. Это красиво, это элегантно, это очень-очень... Так что приглашаю всех. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, насколько важно заниматься спортом, физкультурой. Не важно, вы можете во дворе просто в баскетбольное кольцо бросать мяч. Можете, вы, конечно же, ходить именно на секс, тренироваться. Я считаю, это равнозначно, на самом деле. Можете действительно ставить перед собой профессиональные цели, стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, чемпионом России в условиях нынешних санкций. Вот как нам рассказал наш гость, это даже еще раз престижнее, чем стать каким-то несчастным чемпионом Европы. Поэтому занимайтесь, пожалуйста, спортом. Это всегда хорошо. И, как мы говорили, это ведь еще не только мускулатура, прекрасное тело. Это, самое главное, дисциплина, постоянная, соответственно, а дисциплина, сила духа, это поможет всегда по жизни. Да, здоровом теле, здоровый дух, друзья мои. Как говорили древние. Всегда помните, да, так что помните это. Спасибо большое, была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова